Я не могу сказать, что это стало для меня тяжелым ударом, потому что тура она круглая, о чем ты не говорил, ты все равно говоришь одно и то же, у нас естественным образом все связано со всем, но тем не менее будем говорить именно о главе Гаазима, а не о чем-либо другом. И пару слов об этой главе. Как мы уже говорили, начиная с главы Митцовиум и до конца нашей святой Торы, все это было сказано Мойше в один день. Это было его пророчество, последнее пророчество, которое ему дал Всевышний, последнее пророчество, пропущенное Мойше перед собой, перед уходом из этого гера. И Гаазину на самом деле это феноменальная совершенно часть Торы. Это некий концентрат всей Торы в поэтической форме. Что значит в поэтической форме? Там, естественно, нет никаких рифм, да, и с размером там тоже большие сложности. Это поэтика, которая в первую очередь определяется лексикой и образностью. Там метафора на гиперболе сидит и аллюзия погоняет. Там в простоте нет ни одного слова. И каждая фраза там, и, естественно, любое слово, каждая фраза там, она некое пророчество о чем-либо. То есть оно безумно информативное. Еще раз говорю, это некий вот такой концентрат на такой степени, что шира, вот то, что вот эта вот часть главы Гаазину, которая начинает, собственно, с этих слов, она называется шира. И шира называется вся Тора. И мы учим законы о написании Тора именно из этого, из того, что у нас есть обязанность написать Гаазину. То есть заповедь писать свиток Тора учат из нашей главы. Более того, есть средневековые законы учителя из классики, из классических, которые на полном серьезе утверждают, что необходимо и заповедь заучивать эту главу наизусть. Просто знать ее наизусть. И повторение этой главы, как бы так сказать, это как повторение всей Торы. И из этого короткого введения вы можете понять, что ей придается гигантское значение. Рамбан, например, пишет, что это пророчество на все времена, которое охватывает все события еврейской истории, вплоть до воскрешения из мертвых. Более того, именно в нашей главе декларируется воскрешение из мертвых. В чем мы с Божьей помощью еще поговорим, если все будет хорошо. При любом раскладе несчастны те, которые читают Торуко художественное произведение. И они видят нагромождение вот таких вот достаточно не связанных между собой реплик, восклицаний, которые, собственно, составляют поэзию. Потому что поэзия, она и есть язык метафор и иллюзий. И она действительно, эта песня, она должна пробуждать у людей эмоции. Это очень важно понять. При невероятной концентрации... Невероятной концентрации смыслов, тем не менее, как легко догадаться, служение Богу подразумевает и требует эмоционального отношения. Это на самом деле и есть ловушка, в которую попадают очень многие, и о которой стоит поговорить отдельно. Упомянуть точнее. Говорить на эту тему я сейчас долго не буду, но упомянуть об этом очень стоит. Понимаете, Толмуд формулирует так, точнее, Зоор, простите, формулирует так. Рахмона либо Бая. Бог требует сердца. Я вчера как раз ночью вел форбрэнгинг в соседнем поселении Текоа перед Слихас. Мы вчера начали читать «Покаянные молитвы», которые в этом году будут читать всю неделю, вплоть до субботы. «Покаянные молитвы», «Слихас», которые читают тушкенадские евреи, начиная с конца субботы, исхода субботы перед Рошишона. И я как раз об этом говорил, что у меня всегда была проблема с балой Чува. У меня всегда была проблема с Чувой вообще, с собственной Чувой в частности. Дело в том, что когда я читаю умные книжки, и когда я преподаю умные книжки, это связанный процесс. Хорошо, что у меня работа такая, что мне приходится думать и учиться. У меня у всех есть такое счастье. Это отдельное благословение, которое я получил за слугу предков, наверное. И вот, когда я говорю сейчас об этом, я думаю о том, что Чува, она на самом деле ведь должна быть не только и не столько в исправлении поведения. Если человек так или иначе приходит к выводу, что для него полезнее и правильнее по тем или иным причинам изменить свой образ жизни и пищевые привычки, поведенческие какие-то нормы, когда человек попадает в изменившиеся условия, да, или там у него что-то происходит со здоровьем и так далее, то меняемый человек, он меняет, естественным образом он меняет очень многое в себе. Но Чува подразумевает не изменение образа жизни, или точнее, есть необходимое. Необходимо изменять свой образ жизни, необходимо изменять свое поведение и так далее. Абсолютно верно. И это и есть, наверное, единственная часть, которая отслеживаема. Да, то есть это то, что получается выражение конкретное, четкое выражение в поведении. Но Чува, на самом деле, это изменение себя, которое должно проявляться таким образом. Понимаете, это совершенно разные вещи с моей точки зрения. То есть одно дело, когда ты меняешься и соответственно меняются все твои поведенческие привычки. А совсем другое дело, когда ты по тем или иным причинам не можешь себе позволить те или иные вещи. Ну вот диабет, как в моем случае. Пошел диабет, бахнул в голову, да, и надо менять пищевые привычки. Ну естественным образом, да, действительно. То, что я любил и хотел, я теперь кушать не могу. У меня есть какие-то, там, я не знаю, синдром постоянной усталости. Это какие-то вещи, которые заставляют меня менять свое поведение, которые делают необходимыми изменениями. Значит ли это, что я изменился? Или это только значит, что я начал себя иначе вести? И не надо мне объяснять, что это связанная вещь. Я знаю, что это связанная вещь. Да, все как бы работает в обе стороны. Когда ты меняешь поведение, поменяешь привычки, это естественным образом влияет на твое сознание, на твою психологию. Ты начинаешь себя иначе вести все так. Но, люди, которые не следят за моим спасением, Впрочем, это израильцами, они иначе не могут, да. Это, как раз, лишние на праздники жизни. Вот это вот эмоциональная перестройка, чувство, которое у тебя возникает по отношению к Богу. Вот этот самый пресловутый, да, пресловутый любовь и трепет. Трепет перед величием Творца, то есть надо понять, перед кем стоишь, и при этом что-то ощутить, ощутить восторг от того, что тобой вот таким вот маленьким, вот такой вот непредставимый имеет дело, да, и что ты ему важен. Да, ощутить дистанцию, ощутить собственную несостоятельность в этом, да, ощутить благодарность, ощутить потребность быть вместе и так далее, и так далее. И я с ужасом за собой занимаюсь, вот я вчера говорил как раз о слухе, да, стоишь, стоишь, читаешь текст, читаешь текст, который ты должен читать. И ты согласен с каждым словом. Самое смешное, согласен со всем, да, но вот внутреннее вот это вот надлома, вот это вот ощущение вины, не то что фиксация в башке, да, что в принципе надо, чтобы было иначе, да, в принципе надо быть другим. Ты же сам считаешь, что ты человек должен быть другим, и этому других людей учишь. С головой все в порядке, я понимаю это все. Теперь, а вот это вот ощущение ужаса от того, что вот такое вот, да, что необходимо что-то менять и так далее. Я не чувствовал этого вчера. И те пару десятков людей, которые стояли вокруг меня, соблюдая дистанцию в два метра с намордниками эти на физиономии, да, я тоже как-то, я не чувствовал. Кто лучше читал, кто хуже, кто считал с традиционным распевом, кто с трудом складывал по складам буквы. По-разному читаю, но не было ни одного волка, волка я бы увидел на лице эмоции. И это интересно. Для меня это свидетельство милосердия Божьего. Потому что несоответствие красивым книжкам, которых описывается, о душевных процессах, которые охватывают человека и поднимают его над бытием, оно очевидно для меня. Во всяком случае, в моем случае. И то, что тем не менее, я продолжаю говорить и понимать, и разговаривать, даже если у меня нет этих внутренних потрясений. И на самом деле, значит, шубу я еще не начал делать. Когда человеку говорят, что он сделал шубу, вопрос, он перестал кушать свинину и нарушать субботу или он стал другим? Не сменив форму, не сменив ритм и расписание. А изменившись внутренне. И вот эта вот шира, вот эта песня, она должна была у нормального человека. И это видно под тем людям, которые понимали, что там сказано. Ведь когда комментатор типа Рамбана или типа Рашик, когда он пишет свой комментарий каждому слову из этой песни Газину, он-то пишет то, что он там видит. Да, то, что ему открылось в этом тексте. То, от чего у него в забудыхание сперло. И он пытается мне со мной поделиться. Посмотри, сколько здесь всего и какое оно. И вот это вот, то есть это возможно. Это возможно и это реализовывается у людей другого уровня, несопоставимого со мной. И это счастье, что я могу знать, что все это, как я однажды по другому поводу совершенно сказал, что моя самая большая благодарность к Рэбе, моему любавическому Рэбе, она заключается в том, что на нем я понял и увидел, что все, что пишет Тора, оно на самом деле. Что это не образное выражение, что это не завышенные требования, что это не идеальное построение, а это абсолютно реальная вещь. И есть человек, по крайней мере один, которого я знаю лично, который соответствует нашей святой Тории. Это, вот это, наверное, у меня и вызывает эмоции. Может быть, это и есть моя отшуа. Понимание того, что я только шкурая тварь, которая не испытывает этого комплекса эмоций, не испытывает вот этого чувства, которое должно быть при сокоприкосновении с чудесным. И вот эта вот наша глава Газину, она и есть, да, вот как Абрабанем пишет, что каждый должен знать ее наизусть, что нету такого вот еврея, который не встрепенется. Эта песня как мотивация, как наставление, как укор, как знак надежды. Это наша глава, и она достойна внимания. Я начну с Раши, наш урок. Это было некое введение. Слушайте, нам неделя дороже шла. Понятно, что надо подтягивать гайки, там, гладить брюки, там, и так далее, и так далее. Все понятно. Да, но все-таки важны, очень важно, Рахмон Али и Бабая. Да, Бог хочет сердца. Слышний хочет, чтобы вы переживали. Да, если, если, как говорил, когда Жванецкий сказал гениальную вещь, да, то тот, у кого нет чувства юмора, должно быть чувство, что у него нет чувства юмора. Да, поэтому человек, у которого нет вот этого чувства по отношению к Богу, у которого, который не горит стремлением в каждом своем движении раскрыть Створца, да, и так далее. У него должно быть чувство, что он не горит. У него должно быть понимание, что эта ситуация ненормальна. Это понимание, оно само по себе драгоценна. Это и есть шуба. У каждого своя шуба. У каждого шуба на своем уровне. Если ты не можешь взлететь, ты должен, по крайней мере, понимать, что ты не взлетаешь. И тебе должно быть обидно, что это так. По другому поводу абсолютно. По другому поводу. Есть знаменитая история о том, что второй Любовичский рэбе, Миттелл Рэбе, он объяснял, почему он не может спать в сухе. Я не буду сейчас вешать вам лапшу на уши с каббалистическими всякими терминами, которые все равно никто из нас не понимает в человечестве. Я скажу лишь то, что для него вот это присутствие святости было таким давящим, таким явным, святость вот этого шалаша, сукас, в котором надо находиться. У него это было настолько явным, что он не мог там спать. Но это все равно, что укрыться с аферторой. Но попробуй спать. Это же безумие. А есть у нас закон, что человеку, который не может спать в сухе, потому что ему там плохо, из-за жары, из-за холода, из-за соседей, из-за бездомных собак, или из-за погромщиков, которые могут в любой момент сделать тебе какую-то гадость. Короче, когда не можешь, когда тебе там плохо в этой суке, то ты не обязан там находиться. Это общий принцип. И рэбе однажды сказал гениальную сиху. У хабадников, которые обезьяничают за своим рэбе, неправильно делают, потому что есть кому подражать. Слава Богу. Они тоже не спят в сухе. Но везде написано, во всех святых наших книжках, что спать в сухе – это часть заповедей исполнения сухи. И, мягко говоря, далеко не каждый человек чувствует святость сухи до такой степени, что он не может расслабиться и задремать. Между прочим, если хорошо пожрать, немножко выпить, да, в теплый вечер, то очень хорошо дремлется, да, и ничего на тебя, вроде, так сказать, ничего на тебя не дали. Теперь, да, и спрашивал рэбе в своей сихе, он говорит, как же так, что же получается, что у Миттла и рэбе понятно, что у него были проблемы спать в сухе, да, а у других, у которых нет этой проблемы. Рэбе говорит, они тоже огорчены, говорит рэбе. Им тоже больно спать в сухе, они огорчены из-за того, что они не чувствуют. Вот это вот чувство, что ты не чувствуешь, и поэтому ты не совсем человек, ты еще немножко скотина, иногда множко скотина. Да, и для тебя это в ветке и доске, а не величие Всевышнего. Оно может человека расстроить, что он этого всего не чувствует. Ему плохо от сознания, что он не чувствует. Но, продолжал рэбе, ведь есть те, которые не чувствуют такого расстройства. И тогда говорил рэбе, а у этих людей есть огорчение от того, что они не чувствуют огорчения. Им больно от того, что они такие, что они даже этого не чувствуют, не говоря уже об облаках славы и так далее, и так далее. Им плохо, они внутренне не могут себе позволить спать в сухе, потому что им плохо от того, что они вот такие куски деревяшки. Да, чурбаны. И вот это вот чувство, я из этого, это все мои бредни. Просто я делюсь с вами, мне кажется, что мы все очень похожи. Мне кажется, что если не выпендриваться и не становиться в позу, то мы все очень похожи. Да, и поэтому, когда во мне что-то, мне что-то важное, я пытаюсь с вами делиться тем, что у меня важно, потому что, может быть, может быть, это вам будет полезно. Ведь не обязательно каждый раз самостоятельно все обнаруживать, если кто-то уже что-то обнаружил, и этим можно воспользоваться. Я же не изобретаю вот этот интернет, этот зум, этот компьютер, этот экран, а я пользуюсь чужим. И это нормально. И вот, может быть, те мои вот эти вот чувства, вот я полночи сидел на этом думу, вот сегодня, и, может быть, это вам тоже поможет. Вот это вот ощущение, огорчение, отсутствие огорчения, которое должно быть от собственной бесчувственности. Наверное, это тоже наша тшува. Во всяком случае, я о себе так думаю. Это часть моей тшувы, или моей личной. Потому что мой учитель и наставник, Рэб-Один и Венес-Ройль, он говорил, что самое страшное – это врать себе. Потому что других ты обманешь или не обманешь. Тебя выведут на чистую воду, не выведут. Знаменитое изречение, что можно бесконечно долго, можно долго обманывать немногих, можно недолго обманывать многих, но себя можно обманывать неограниченно. И есть масса людей, которые всю жизнь живут в позе и обманывают себя. Они все время играют. Они все время играют роль, которая с их точки зрения им подобает. Может быть, они себя защищают от очень большого количества духовного дискомфорта и внутренних проблем. Может быть. Вопрос. Оправдать можно всегда. Слава Богу. И наверху, я уверен, всех оправдывает именно таким образом. Но хочешь ли ты себе врать и думать о себе, как о состоявшемся? По сути, мне кажется, что это принципиально. Каждая из нас – это заготовка. Носитель потенциала. И этот потенциал может быть реализован. И на изломе иногда он реализуется в совершенно неожиданной полноте. И ты вдруг обнаруживаешь в себе такие глубины, такие способности, о которых ты сам не подозревал. Для этого Бог и посылает испытания человеку, чтобы тот обнаружил в себе то, что иначе бы было под скудом и никогда не востребовано. Но на самом деле, себя всегда надо видеть, как заготовку, которая ждет мастера. И это и есть наше чувство. Не думать о себе, как о явлении, а думать, как о возможности явления. Как о потенциальном человеке. Я увлекся. Я с вами не говорил сегодня о главе. Я поговорю еще, но с Божьей помощью. Чтобы вы действительно слушали. Но мне... Сегодня была ночь с лихос. Сегодня читали все эти молитвы, да, мы виноваты, мы будем лучше, и так далее, и так далее. Очень важно. Очень важно, чтобы это имело какой-то смысл. Птичку поставить тоже имеет смысл. Если мы не можем быть такими, как должны быть, мы хотя бы должны вести себя, как надо. Это понятно. Но все-таки мы можем быть другими. И в этом смысл подготовки к Роша Шану. В этом смысл подготовки ко дну суда. Когда мы станем перед Богом, чтобы было понятно, что было понятно, что мы до сих пор не избавились от пережитков социализма, сходства со знаний. Да, но мы об этом хотя бы знаем. И не делаем из своих уродств знамя. И не пытаемся своей слабости сделать идеологией. А иногда, может быть, там где-нибудь, да, когда человек, как говорил Рэб Раяц, предыдущий Реба Истерева, он говорил, а это же кряхт из-за чего его? Когда еврей кряхтит, то есть когда он недоволен собой и своей жизнью, и тем, что он не стал тем, кем он может и должен быть, когда ему от этого больно и обидно, это уже великая тсува. Не все умеют летать. Удивитесь, есть птицы, которые никогда не летали. И летать не могут. Но не птицы, потому что у них есть крылья. Это вечное напоминание о том, что если бы они захотели, расправили, хлопали, то на них или на их детях сбылось бы то, что эти крылья бы взлетели. Будем считать, что этот урок был посвящен первому дню Слифоса. Молитву о прощении, которую мы начали читать с вами шагучи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok